Руководитель региона несколько часов объезжал потопленный район, и по его указанию были увеличены отряды полиции, спасатели, количество единиц техники и эвакуаторов. Больше всего пострадали домовладения на улице Гастелло, поселок Мирный, Кудепста и Дагомыс. Удар стихии был такой силы, что за считанные часы вода поднялась до отметок 1,5-2 метра, рассказали Вениамину Кондратьеву местные жители. По предварительным данным, в зоне паводка оказались 570 домов сочинцев. Глава Кубани заверила беспокойных подтопленцев, что все необходимые выплаты будут произведены в течение трех дней, а комиссии по оценке ущерба будут работать с каждой семьей в индивидуальном порядке. На комиссии по чрезвычайным ситуациям Вениамину Кондратьеву доложили, избежать и спрогнозировать такой разгул стихии было невозможно. К такому выводу пришли и метеорологи, и специалисты МЧС. Однако датчики на реках сработали вовремя. Система оповещения населения была запущена оперативно, а спасатели прибыли в зоны подтопления уже в первый час. Работы по ликвидации ЧАЭС продолжались всю ночь. С 8 утра сегодня начались подворовые обходы оценочных комиссий. Паводок подтопил и электроподстанции, которые были обесточены, вследствие чего жители в зоне бедствия остались без света и воды. В нескольких районах произошли локальные прорывы газопровода. На заседании КЧС руководитель региона особо подчеркнул, все коммуникации должны быть введены в строй сегодня, 26 июня. У нас одни сутки на то, чтобы максимально запустили все объекты жизнеобеспечения, которые сегодня не работают. Я уверен, что это мы сделаем, потому что мы должны просто людей вернуть к обычному ритму жизни. Все желающие провели сегодняшнюю ночь в пяти эвакопунктах. Они открылись во всех пострадавших районах. В них обратились около 300 человек. В основном это семьи с детьми. Руководитель региона посетил один из таких пунктов размещения подтопленцев и лично убедился, что людям предоставлены комфортные условия пребывания. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.